Документы В 2012 году все партии из эстонского парламента совместно делали предложение эстонскому правительству, чтобы начинать консультации с Россией для того, чтобы все-таки найти выход из ситуации. И добиться к ситуации, когда договоры о границе вступят в силе. Так что этот консенсус в эстонском парламенте, конечно, тоже был очень серьезным импульсом. И после того, у нас были с российскими коллегами консультации в течение 8 месяцев, и мы делали два изменения в текстах, если сравнивать с договорами 2005 года. Правительство Эстонии одобрило договоры в мае, а правительство России в сентябре прошлого года. Стороны обменяются территориями площадью почти в 130 гектаров. Это нужно для того, чтобы граница пролегала логичнее с учетом особенностей ландшафта. Остается надеяться, что парламент ратифицирует договор, ведь отношения к нему в нашей стране далеко не однозначные. Далее предстоит процесс демаркации обустройства границы, который по оценке специалистов займет несколько лет. К тому же многие участки, которые перейдут к России, имеют собственников. В международных отношениях это традиция, что государства, когда они не имеют диспюты, касающиеся границы, они тоже имеют договоры о границе. Отсутствие ясной легальной границы, конечно, тоже имеет теорические риски безопасности. Так что в этом плане я вполне уверен, что так как для Эстонии, так как и России, все-таки самая хорошая ситуация такова, когда мы не имеем никаких территориальных диспютов, и мы ясно знаем, где граница между нашими странами. Россия также передала нашей стране здание посольства. Земля будет сдана в аренду стоимостью 1 рубль в год. На тех же условиях и посольство Российской Федерации в Эстонии стало ее собственностью. Министры обсудили и другие вопросы. Ведь между нашими странами, несмотря на потепление отношений, сохраняются и многие разногласия. Так, российский министр Лавров обратил внимание на проблему неграждан. Он ищел, что Эстония должна выполнять рекомендации международных организаций, таких как ОБСЕ и Совет Европы. Была обсуждена ситуация с преподаванием русского языка в нашей стране. Лавров выразил надежду, что для тех, кто хочет обучаться на этом языке, не создавалось бы искусственных препятствий. Российская сторона также озабочена рецидивами героизации нацизма в некоторых европейских странах. Но много говорили о возможностях более тесного экономического сотрудничества. Теперь во второй половине года Лавров посетит нашу страну. Урмас Пайд уже назвал предстоящий визит историческим. Ведь это первый визит министра национальных дел России в Эстонию. Наши страны-соседи и встречаться для того, чтобы обсуждать и находить решение сложных проблем, следовало бы чаще. Многие европейские политики, включая председателя Европейского совета Херман и Ван Ромпия, приветствовали подписание пограничных договоров. Владимир Михалков, Титкар, Первый Балтийский канал.